Департамент социальной защиты продолжается поэтапный переход на предоставление государственных услуг получателям выплат компенсации в электронном виде. И вот сегодня на заседании правительства Лаводской области был принят ряд решений, дающие возможность получателям обращаться на единый портал государственных и муниципальных услуг за предоставлением, например, единовременной выплаты на ребенка первоклассника в семье малоимущей, где ребенок идет в первый класс. Например, в этом году получателями вот такой выплаты стали более 5300 семей, где первоклассники впервые пошли в школу. Кроме того, на сегодня уже в электронный вид переведена услуга по предоставлению ежемесячной выплаты матерям, которые воспитали 10 и более детей в нашей области. В немногих областях есть такая выплата, у нас введена такая выплата, такие мамочки получают 500 рублей ежемесячно у нас, их более 100 на сегодня получают эту выплату, теперь они имеют возможность обращаться за ней в электронном виде. И, кроме того, также такая возможность сегодня дана инвалидам и семьям с детьми инвалидами, которые обращаются за компенсацией ОСАГО в том случае, если Бюро МСЭ рекомендовало автотранспорт как техническое средство реабилитации. Кроме того, сегодня принятыми проектами на правительстве дана возможность не предоставлять ряд документов семьями, потому что органы социальной защиты теперь имеют возможность получать путем межведомственного запроса эти документы. То есть это, например, благодаря взаимодействию с органами ЗАГС, теперь мы можем путем межведомственного запроса получать информацию о месте проживания и регистрации гражданина. То есть целый ряд документов сегодня уже не нужно предоставлять в бумажном виде. И, кроме того, сегодня также было принято важное решение о том, что, например, при обращении за компенсацией ОСАГО можно будет предъявлять копию индивидуальной программы реабилитации, выдаваемой также Бюро МСЭ. То есть у кого есть справка медицинской комиссии, то, соответственно, эта справка. У кого есть индивидуальная программа реабилитации, достаточно копию индивидуальной программы реабилитации. То есть у нас сегодня очень широкий спектр мер социальной поддержки. Более 300 тысяч граждан, это и семьи, это и пожилые, это и инвалиды, получают сегодня различные выплаты, компенсации. И очень важно, что сегодня они имеют возможность обращаться за этими видами мер социальной поддержки в электронном виде и с меньшим количеством документов.